Ребят, всем привет! С вами Гару и вы смотрите видео, посвященное Ревелэйшн. Да, вопросы на стриме в духе «Гара, как тебе игра? Хороший ли? Гара, о чем вообще Ревелэйшн? А зайдет ли Ревелэйшн в России?» мне уже надоели. Так что я наконец оторвал свои булки и быстренько, нурлив у знакомых китайцев аккаунт с перекачанным магом, отправился разбираться в этой игре. Не буду утомлять вас жутко интересными рассказами о годах разработки и китайцах, которые делали эту игру. Вы хотели моего мнения, его вы и услышите, а отсутствующую инфу без труда найдете в гугле. Постараюсь быть предельно честным и откровенным, и по-военному лаконичным. Так что перед тем, как перейти к детальному разбору увиденного, мною сразу отвечу на главные вопросы. Хорошая ли игра? Да, хорошая. Понравится ли лично тебе? Черт его знает. Фломастеры, они как вы знаете такие, все на вкус и цвет разный. Но в то же время невооруженным глазом видно, что разработчики подошли к делу с душой и постарались сделать добротную игру с кучей контента. Про что игра? Про всевозможное ПВП и ПВЕ. Фармим эквип в данжиках, напяливаем, даем по мордасам орде китайцев, ну, тех, кто нам не нравится, условно, на осадах и в ПВП. Фармим новенький эквип опять-таки, чтобы сделать это еще эффективнее уже на следующей неделе. В принципе, процесс понятен. Добавьте сюда межсерверные битвы, различные аренки, турниры, регулярные внутриигровые ивенты и кучу других ежедневных активностей, и в принципе, картина сложится. В Revelation есть все, чтобы занять себя даже самым избалованным из нас, а потом еще и попросить добавки. Зайдет ли Revelation у нас, я сам честно пока не знаю, слишком еще мало знаком с игрой. Но русскоязычные игроки из Китая, те же Red, к примеру, вполне довольны и считают, что игра зайдет и вовсю готовится. Ну что ж, перейдем к некоторым моментам игры, которые я успел заценить за непродолжительное время игры своим, не побоюсь сказать, наметанным взглядом. Графон у меня явно не зашел. Он точно уступает Black Desert, и фанаты крутой графики, скорее всего, будут недовольны. С другой же стороны, разработчики в апрельском патче завезли HD текстуры, так что остается надежда, что они продолжат работу в этом направлении и таки подтянут графику до должного уровня. В целом, пейзажи красивые, и некоторые локации действительно вызывают уважение. Вы видели, наверное, ролик, который недавно опубликовали издатели. То есть, в целом, да, это здорово и прикольно выглядит, особенно вот этот гигантизм, который у китайцев просто в крови. Огромные города с кучей улиц и какие-то мега статуи до небес встречаются повсеместно и действительно восхищают. Но всегда есть ложка дегтя. Этой ложкой дегтя для меня стала чрезмерно фееричная анимация скиллов. Да и модельки персонажа меня также не восхитили. По мне, так текущая анимация откровенно вырвиглазная. Ну а чего вы хотите? Я обещал быть честным. Она вырвиглазная. Хотя, справедливости ради, так в свое время говорили и о умениях в БДО. Ничего мы привыкли. Человек вообще такая скотина, что ко всему привыкает. Так что к разнообразным пиу-пиу умениям с кучей вспышек играющие в Revelation также с легкостью привыкнут. Что на мой взгляд самое главное, это честный и стабильный 60 фпс. Что в полете над пустынной локацией, что во время битвы китайских орд. Примерно около 300 участников, которые сражались друг с другом. Фпс вообще не колебался в боях. Мне, как вы поняли, не близка китайская стилистика. Хотя и от корейского колорита меня тоже передергивает, но уже как-то попривык. Но, ребят, будем честны, в играх с графоном, а-ля Ведьмак Wild Hunt, последний, да, вы никогда не увидите боя даже 50 на 50. А что происходит, когда 300-400 человек пытаются собраться в одной точке в том же ArcheAge или Black Desert, не мне вам рассказывать. Вы сами это все прекрасно видели. Эти игры просто не предназначены для таких масштабов. А это вот предназначено. И прекрасно работает на максимальных настройках, показывая все те же, извините, стабильный фпс. К сожалению, принцип нерушим. Либо космический графоний, либо стабильно комфортная игра и масштабная пвп. Тут у нас явно второй случай. Меня это лично устраивает. Кстати, я и в Иф онлайн играл в Excel, мне нормально. Коя уж речь зашла о осадах, расскажу и о них. Первое и самое главное, никаких непонятных боев. В воздухе на них нет. Кроме осад непосредственно воздушных замков. Но это отдельная песня. В надземных замках во время осады четко работает ПВО. И нифига не полетать. Так что стены прекрасно справляются с ролью стен. Преграждая путь атакующим. И все сражения идут на земле. Для меня лично это однозначный плюс. С другой стороны, привычными стенами и воротами обладают далеко не все замки. Собственно, на экране вы сейчас видите замок на минуточку, находящийся внутри горы. По сути, проход к замку это коридор, пара лестниц да кристалл в конце. Вроде как и не очень замысловатая конструкция, но с другой стороны она гигантская. Именно место моря. Сами поглядите в проходах, хоть сто игроков вряд могут промаршировать. Они в принципе на это и рассчитаны. Китайцы там танковыми клиньями гоняют. Гигантизм во все поля. Насчет танков я как бы и не шутил вовсе. Вот они на экране, живые. Обратите внимание, что они еще и разные. Со стороны осады выглядят очень бодренько и главное масштабно. Единственное, что жутко меня раздражало, так это гигантские ники и полоски ХП. Вот просто красное море на тебя надвигается, а не волна игроков. Хотя может быть это где-то и отключается. Я так и не смог найти. Уж извините. Но на всякий случай можно повайнить и попилить издателей, чтобы они это поправили. Про саму механику осад расскажут сами локализаторы подробно. Или я отдельное видео сделаю. Посмотрим в общем. Пока же я впечатление. Сходил с ребятами в тот же инстанс низкоуровневый относительно моего хайлевер персонажа. Ну честно, забавненько. Конечно, но я вообще небольшой фанат ПВЕ и рейдафилии не страдаю. Оттого не был впечатлен. С другой стороны, ребята явно были довольны. И все мне в один голос твердят, что Revelation отличные инсты и интересные боссы. Я как уже честно признался в этой ПВЕ части, что свинья в апельсинах. Так что доверюсь чужому мнению. Рейды на 20 человек есть. Инсты разные со злыми боссами есть. Ну вроде как ПВЕшеры довольны. Говорят, что все клево. Значит клево. По мне так орды вопящих китайцев, несущихся друг на друга при поддержке танков, выглядят куда как круче и прикольней. Масштаб, эпичность. Ну вы поняли. Так, что у нас дальше. А, вот еще развлечение выходного дня. Эвенты а-ля карнавал или вововская ярмарка. Сводили меня, значит, ребята и на этот ивент. Даже объяснили всю его важность. С их слов именно с его помощью можно раздобыть некоторые топ-шмоточки. В частности, серьги или другие. В общем и целом, реализовано очень необычно и людям, наверное, понравится раз в недельку отвлечься от рутины, выполняя прикольные мини-квестики в процессе прохождения карнавала. Да, как вы поняли, мы бросаем кубики и попадая на определенную клетку, мы получаем либо приз, либо отправляемся в одну из множества комнат со своими мини-заданиями. Последнее, конечно, куда как чаще. Ну, я, видимо, жуткий ретроград и стоит мне увидеть хоть какой-то фан-сервис в моем серьезном фэнтези, как руки сами тянутся к огнемету, чтобы выжечь всю эту ересь. С другой стороны, разнообразие это всегда хорошо. Вообще, если заводить речь о разнообразии, то тут Revelation даст 100 очков вперед большинству последних ММО. Что, впрочем, не удивляет. Для китайцев это в порядке вещей. Проходная графика, зато напихано в игру столько всякого функционала и контента, будто они строят свой EF Online. С Blackjack'ом, ну и вы поняли. Даже сами знакомые китайцы еще не до конца во всех хитросплетениях разобрались. В чем можно не сомневаться, так это в том, что скучать по достижению кап-левела вам точно не придется. Нельзя не отметить любопытную систему развития персонажа, различные ветки прокачки каждого умения, да еще и аутскульчик с распределением статов. Вангую на форумах много сломанных копий об оптимальных билдах. Ну и в конце концов, вы же знаете, какой я любитель различных костюмчиков и петов. Этого в игре само собой килотонны. Причем как за донат, так и лутом с особо крутых боссов. Короче, оценят все любители эксклюзивных рюшечек. Вроде меня. Кстати, в игре также есть 6 open world боссов. Пока еще с ними я не познакомился поближе. Есть гильдийские базы, есть альянсы, есть варкемпы, рейды, кроссоверные ГВГ, БГ, ПВП сезоны, 4 рейда. Ну, короче, там столько всего, что я задолбаюсь это просто даже перечислять. Ребят, игру надо изучать. На самом деле изучать очень активно, потому что китайцы контента делают огромное количество. И с каждым патчем его становится только больше. Сказать сейчас что-то определенное по игре, как вы поняли, все-таки нельзя. Надо изучать, надо смотреть. Но в чем точно нет никаких сомнений, так в том, что игра стоит того времени, чтобы ее изучить. На этом, пожалуй, все. Спасибо большое, что смотрели. Не забывайте подписываться и следить за новостями на сайте goha.ru. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok